На 2024 утверждён план государственной стандартизации. Документ предусматривает работы по 635 темам. Изменения затронут экономику, социальный сектор, информационные технологии, пищевую промышленность и другие сферы. Нововведения позволят повысить технический уровень и качество выпускаемой продукции, внедрить инновации. 17 тысяч километров дорог проверили на различные дефекты за 2023. Также в прошлом году было испытано 1848 проб строительных материалов, разработано и обновлено 39 технологических карт. Не обошлось и без реформ, внедрена программа. Она предусматривает ремонт и реконструкцию республиканских и местных асфальтовых артерий. Министерство культуры и национальная кинокомпания по 2 июля проводят конкурс сценариев для съёмок фильмов и сериалов с господдержкой. Список тем разнообразен. Военный патриотизм, школы и учителя республики, труженики села, новогодняя история для семейного просмотра, сказки. Заявку необходимо подать до 1 марта. 10 января с 10 до 12 часов пройдёт электронная ярмарка вакансий при поддержке управления по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда, а также направить резюме, получить консультацию. Новый год, новые достижения. Бобры в домашнем матче обыграли московских соперников из Динамо со счётом 3-2. Сейчас бобруйчане занимают четвёртое место в серебряном дивизионе. Всего команда набрала 44 очка после 39 поединков с конкурентами.